Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим конструкции машин с дисковыми ножами и анализ их работы. Одними из самых распространенных дисковых хлеборезательных машин являются те, в которых используется один дисковый нож. Оставными достоинствами таких машин являются большая скорость резания, простота конструкции и обслуживания. Однако диски изготавливаются из дорогостоящей хромистой стали, имеют значительную поверхность трения. Высота режущей кромки равна от 10 до 15 миллиметров. На дисковых хлеборезательных машинах в отдельных случаях получаются кленовидные ломти. Нередко наблюдается повреждение поверхности среза из-за большой толщины дисков и их неизбежного торцевого биения. Попытки создания машин с системой дисковых ножей с целью увеличения производительности идут. Однако они сталкиваются с определенными трудностями. Машины с дисковыми ножами широко применяются в кондитерской промышленности. На поточных линиях производства конфет, такие как иристые машины, постилорежущие машины и тому подобное. Дисковые ножи применяются для резания рыбы, мяса, овощей. Например, в машинах для разделки салаки, в рейборазделочных машинах, в машине для резания корнеплодов, резания баклажанов на кубики, для нарезки гастрономических товаров. Для разделки тушь на мясокомбинатах дисковые пилы с различной формы зубьев. Выпускается машина для резки колбасы, сыра, окороков, рулетов и других продуктов. Машина состоит из корпуса привода дискового ножа диаметром 300 миллиметров, опорного столика, механизма регулирования толщины среза, заточного приспособления и сменных лотков. От электродвигателя нож получает вращательное движение, а ползун с продуктом возвратно-поступательное. В конструкции машины предусмотрен механизм регулировки толщины отрезанных ломтей в пределах от полумиллиметра до 15 миллиметров. Устройства для нарезки на ломтики пищевых продуктов, колбасы, ветчины и т.п. используются на предприятиях торговли и общественного питания. Режущие устройства состоят из загрузочного бункера, горизонтально расположенного вращающегося опорного диска и горизонтально вращающегося дискового ножа одного или нескольких, имеющего в поперечном сечении форму трапеции и заостренную верхнюю кромку. Также было предложено устройство для нарезания пищевых гастрономических продуктов на ломтики, которое содержит приводной механизм, дисковый нож и вращающийся загрузочный бункер с ячейками для помещения в них продуктов, опорную площадку и механизма регулирования толщины ломтиков. Поскольку ломтики продуктов отрезаются в одном постоянном секторе, происходит их ориентированная укладка, то есть на отрезанный ломтик хлеба за один оборот бункера укладывается необходимое количество ломтиков гастрономических продуктов. Сформированный таким образом бутерброд удаляется из режущего устройства. Применяются дисковые овощерезки, содержащие загрузочный бункер, укрепленный на приводном валу дисковый нож, ножевую решетку, размещенную под дисковым ножом. Такая овощерезка работает следующим образом. Предварительно очищенные и вымытые продукты загружают в бункер. Их толкателем прижимают к вращающемуся в горизонтальной плоскости ножу. Нож врезается в продукт и отрезает слои в виде кружочков, которые попадают на ножевую решетку и скосами дискового ножа продавливаются сквозь ячейки в решетке. В зависимости от формы ячеек продукты разрезаются на кубики, ромбики, треугольники и тому подобное. Нарезанные продукты отводятся лопастым сбрасывателем в сторону разгрузки. Качество нарезки в большей степени зависит от зазора между ножевой решеткой и дисковым ножом, который устанавливают при сборке машины или капитальном ремонте. Однако в таких овощерезках не предусмотрена возможность регулирования зазора между ножом и ножевой решеткой, вследствие чего при незначительных отклонениях от оптимального зазора 0,3 мм качество нарезки продуктов резко ухудшается. Нашли применение хлеборезки, состоящие из привода, режущего диска, планетарного механизма поворотного стола с прорезями для выхода дискового ножа из зоны резания и механизма поворота стола, включающего храповое колесо с собачками. Хлеборезка работает следующим образом. На поворотный стол укладывают круглый хлеб и фиксируют его с помощью зажима. После включения электродвигателя вращение передается на вал, который приводит в движение противовес и кривошип. Кривошип, перемещаясь, поворачивает муфту свободного хода, которая осуществляет поворот стола на заданный угол. После фиксации стола с хлебом дисковый нож режет. Хлеб и цикл повторяется. Дисковая машина для резки пластов конфетных масс в продольном и поперечном направлении состоит из стола со станины режущего механизма и приводной части. Над центральной частью стола под прямым углом расположены смонтированные на валиках дисковые ножи, установленные на расстоянии соответствующим размером конфет. Пласт конфетной массы, находящийся на лотке, продвигается вручную под ножи для продольной резки. Поперечная резка осуществляется при перемещении нарезанных полос под дисковые ножи, установленные под прямым углом к первым. Техническая характеристика представлена в таблице на экране. Простота конструкции машины позволяет изготавливать ее в механических мастерских крупных фабрик. Машина широко применяется в кондитерской промышленности для резания сбивных, пролиновых, а также грильяжных масс. Недостатками этих машин являются трудность использования в потоке, налипание массы на поверхность ножей, большое количество возвратных отходов, быстрое затупление ножей. Ирисорезательная машина ИРМ, схема представлена на экране, предназначена для резки тираженного и литого ириса и работает в комплекте с рисопрокатной машиной. Основным рабочим органом машины является вал-2 с набором дисковых ножей, смонтированный на чугунных стойках 3 в подвижных подшипниках. Стойки 3 укреплены на кронштейнах 5, установленных на станине 6. В пазах кронштейнов 5 установлен подвижный стол 4 для лотков. Привод машины осуществляется от электродвигателя 7, движение которого передается через клиноременную передачу промежуточному валу и затем через цепную и шестеренную передачу рабочему валу с ножами и подвижному столу 4. Для подъема и опускания ножей в верхней части машины смонтирован механизм, состоящий из вала двух пар конических шестерен, винтов с правой и левой резьбой и маховика 1. Вращением маховика достигается установка ножей на нужную высоту по отношению к столу 4, пласт и рисной массы на листе укладывается на подвижный стол 4, который подает его к ножам. Пласт пропускается под ними сначала в одну сторону, затем поворачивается на столе на 90 градусов и обратным ходом стола снова проходит под ножами в противоположную сторону. Таким образом пласт разрезается на отдельные изделия. Техническая характеристика представлена на экране. Была разработана машина с дисковыми ножами для непрерывного резания пласта халвы. Машина состоит из цепного пластинчатого транспортера 1, продольной каретки 9, поперечной 3 с валом 6, на котором закреплены дисковые ножи 7, механизма сцепления и возврата каретки 4, электродвигателей 5 и 8, приводящих в движение ходовой винт и вал с ножами. Механизма продольной резки 2, приводимого индивидуальным электродвигателем, отформованный на валковой машине халвичный пласт разрезается ножами 2 на полосе, которые подаются на транспортер 1, двигающийся со скоростью охлаждающего транспортера. В определенный момент каретка 3 входит в зацепление с цепным транспортером и движется вместе с ним. Одновременно включается электродвигатели 5 и 8, ходового винта и вала ножей. Гайка, двигаясь по ходовому винту, перемещает вращающийся вал 6 с ножами, которые режут полосы в поперечном направлении, образуя прямоугольные брикеты халвы. По окончании резкий механизм сцепления и возврата каретки отводит ее в исходное положение. Резательная дисковая машина включена в поточную линию формования брикетов халвы. Линия состоит из волковой формующей машины, камеры охлаждения пласта, машины для резки пласта, камеры охлаждения брикетов и заверточной машины. Техническая характеристика представлена в таблице на экране. Была предложена конструкция машины для резки конфетных пластов. Машина имеет ряд преимуществ, которые заключаются в улучшении качества резки пласта, в повышении производительности и уменьшении количества отходов от смещения пласта. Достигается это тем, что горизонтальный вал машины с набором дисковых ножей смонтирован на каретке с ручным приводом для регулирования ее относительно движущегося пласта и расположенный над ней площадкой, через прорези которой проходит при вращении дисковые ножи, над которыми установлена прижимная пластина. Ванна для смазывающей жидкости размещена под дисковыми ножами и снабжена очищающими подпружиненными пластинами. Опорная поверхность под гильотинным ножом выполнена в виде вращающегося валика, а для подачи сигнала при смещении пласта имеется щуп. Машина состоит из транспортера 1 для подачи пласта. Площадки 2 с прорезями, расположенные под столом горизонтального вала с набором дисковых ножей 3 для резки пласта на продольные полосы. Прижимной пластины 4, установленные над набором дисковых ножей. Ванны 5 для смазывающей жидкости, размещенной под дисковыми ножами и снабженной очищающими подпружиненными пластинами. Гильотинного ножа 6 с расположенной под ним опорной поверхностью, выполненной в виде ролика 7 для поперечной резки на ней продольных полос на отдельные корпуса. Спускного лотка 8 с ёмкостью 11 для отходов и транспортера 9 для отвода корпусов конфет. Площадка 2 с набором дисковых ножей 3 и пластин 4 прикреплены к каретке 14, которая может перемещаться по направляющим 13 поперёк движения пласта вручную при помощи маховика 12 или от электродвигателя. Любое смещение пласта воздействует через щуп 15 на фотоэлемент 16 или иной чувствительный элемент, который включает электродвигатель. Площадка 2 за дисковыми ножами 3 имеет с обеих сторон вырезы, в которые проваливаются отходы и по желобу 10 попадают в ёмкость 11. Гильотинный нож 6 получает вертикально возвратно-поступательное движение от кривошипно-шатунного механизма. Наибольшее применение дисковые ножи нашли в однооперационных и многооперационных рыборазделочных машинах. Здесь я снова отвлекусь от нашей лекции и напомню, что на канале есть видео, посвящённые как кондитерскому производству, машинно-аппаратурным схемам линий производства пастилы, зефира, шоколадных конфет, мармелада, пата и так далее. Так и машинно-аппаратурные схемы разделки рыбы в рыболовном траулере. Вы можете ознакомиться с этими видео лекциями на канале в плейлисте, посвящённом оборудованию пищевых производств. К группе однооперационных рыборазделочных машин относятся плавникорезательные, головоотсекающие порционирующие машины. К многооперационным относятся машины, последовательно выполняющие несколько технологических операций по разделке лососёвых рыб, сардин, сайры, салаки, сельди на филе, трески на филе и другие. Разнообразие форм и размеров рыбы затрудняет создание универсальных рыборазделочных машин. Для резания рыбы используются дисковые ножи со следующими видами режущей кромки – гладкой, пильчатой, фигурной. Чаще применяются ножи с гладкой кромкой, однако перерезание костей и обрезка плавников, вскрытие брюшной полости рыб осуществляется ножами с пильчатой кромкой. Ножи с фигурными кромками применяются для срезки филе, вырезания плавников с костными основаниями. Производительность рыборазделочных машин определяется по формуле и рассчитывается в килограммах в час. Мощность приводного электродвигателя в киловаттах резательных машин определяется по формуле. В таблице приведены значения удельной мощности резания основных промысловых рыб дисковыми ножами с гладкой режущей кромкой. При резании ножами с пильчатой или фигурной кромками табличные значения нужно увеличивать на 10-20%. Минимальные значения относятся к рыбам имеющим нижнюю консистенцию и небольшие хребтовые кости . Максимальные к рыбам с плотной консистенцией мяса и большими хребтовыми костями . Рассмотрим конструкции некоторых наиболее распространенных резательных машин. Машина конструкции, представленной на экране, предназначена для отрезания спинтажа, анальных и брюшных плавников у судака, трески, леща и других рыб. Она состоит из головки 3, с прорезью для прохода плавников, дискового пильчатого ножа 2, электродвигателя 7, опорных кронштейнов 5, плиты 8, вала 1, корпуса 6. Машина имеет съемный лоток 4, по которому рыба подается на дисковый нож. Существенным недостатком машины является то, что пила быстро забивается отходами и ее приходится останавливать. Производительность машины 15 рыб в минуту, мощность электродвигателя 0,25 киловатта, частота вращения ножа 1450 оборотов в минуту, масса 50 килограмм. Сдвоенная плавника резка имеет две резательные головки, приводимые в движение электродвигателем. Производительность этой машины при обслуживании двумя рабочими до 30 рыб в минуту, мощность электродвигателя 0,6 киловатта, частота вращения ножей 1700 оборотов в минуту, диаметр ножей 130 миллиметров, масса машины 103 килограмма. Рыборезка схема, которая представлена на экране, предназначена для обрезки плавников и голов у камбаловых рыб, а также для обрезки плавников, голов и вскрытия брюшной полости лососевых и частиковых рыб средних размеров. Машина состоит из сварной станины 1, опорных рамок 9, приводного вала 4, расположенного в двух подшипниках, 3 электродвигателя, 5, двух верхних, 2 и двух нижних, 8 столов, двух дисковых ножей, 7 насаженных на приводной вал. Верхние столы имеют направляющие планки 6, расположенные симметрично по отношению к ножам. На нижних столах обрезают плавники и головы, а на верхних вскрывают брюшную полость рыбы. Производительность машины при комплексной разделке рыбы около 20 рыб в минуту. Мощность электродвигателя 1 киловатт, диаметр ножей 305 миллиметров. Машина для обезглавливания крупной трески размером от 500 до 1000 миллиметров, включается в технологическую линию разделки трески на филе. Голова отрезается двумя дисковыми ножами, расположенными под углом 90 градусов. Диаметры ножей 250 и 256 миллиметров. Частота вращения 205 оборотов в минуту. Другая резательная машина предназначена для отрезания голов прямым срезом у средних и крупных рыб, длиной до 750 миллиметров. Диаметр дискового ножа 320 миллиметров. Производительность машины до 60 рыб в минуту. Рыба к ножам подается цепным транспортером со скоростью 0,4 метра в секунду. Роторная порционирующая машина, общий вид которой показан на схеме. И её кинематическая схема, которую вы видите на экране. Предназначена для резки тушек рыбы на куски одинакового размера. Она состоит из станины 8, на которой в подшипниках находится вал 3 с дисковыми ножами 2. Под ножами расположен загрузочный механизм 4, состоящий из горизонтального вала и набора дисковых фигурных ножей. Для подачи рыбы в ковши и выгрузки кусков рыбы из машины предназначены наклонные лотки 5 и 9. Для отделения мяса от ножей имеются специальные съемники 1. Привод ножей и загрузочного механизма осуществляется от электродвигателя 7 через клиноременную передачу 6 и цилиндрический шестерённый редуктор 10. Для резки рыбы на куски длиной 26, 40 и 61 миллиметр вал дисковых ножей и загрузочный механизм сделаны сменными. Машина работает следующим образом. Тушки рыбы укладываются поперёк наклонного листа 5 и поштучно сдвигаются в ковш загрузочного механизма 4. Вращаясь, ковши подводят рыбу к дисковым ножам 2, которые разрезают её на куски. Нарезанные куски поступают на разгрузочный лоток 6 и выходят из машины. Схема машины, предназначенной для резки копчёной трески на куски представлена на экране. Она состоит из станины 5 ленточного транспортера 4, который подаёт рыбу на лотках 6 под дисковые ножи 7, закреплённые на валу. Ширина ленты транспортера 400 миллиметров диаметром барабана 200 лента натягивается винтами. Привод вала 8 производится от электродвигателя 2 через калиноремённую передачу. Транспортер приводится в движение от вала через цепную передачу. Прижимное устройство состоит из натяжного 3 и приводного 1 барабанов, на которых натянуты узкие ремни, проходящие между дисковыми ножами. Ремни приводятся в движение также от вала 8 через цепную передачу. Скорость ремней равна скорости ленточного транспортера. Производительность машины равна 10 тонн в смену. Скорость транспортера 0,1 метра в секунду. Мощность электродвигателя 2,5 киловатта. Частота вращения 1440 оборотов в минуту. Известны режущие устройства, состоящие из двух приводимых во встречное вращение валов с наборами, перекрывающих один-другой режущих дисков и съёмников. Диски посажены на валы так, что их можно смещать вдоль осей. Устройство, предназначенное для резки на соломку рыбных продуктов, например, сушёного или бланшированного кальмара. Устройство работает следующим образом. Продукт через течку попадает в зону резания, где захватывается вращающимися навстречу дисковыми ножами и разрезается на полоски, равные толщине этих ножей. Разрезанные полоски выдавливаются из зоны между ножами, увлекаются ими, встречают на своем путесъёмнике и с помощью них удаляются из зоны резания. На экране представлена схема машины для разрезания рыбы на куски заданных размеров. Машина состоит из станины, цепного транспортера и вала с набором дисковых ножей. На вал 7 насажены дисковые ножи, постоянный интервал между которыми обеспечивается распорными втулками. Вал приводится от электродвигателя 16 через клиноременную передачу 4, зубчатое колесо 5 и шестерню 6. В комплект машин входят три вала с ножами, отличающиеся различным шагом дисковых ножей. Вал установлен в шарикоподшипниках, закрепленных в гнездах поворотной рамки 10. Одна из сторон рамы крепится к станине шарнирно на оси, что позволяет поднимать ножевые валы в случае использования машины как транспортера. Подъем ножей осуществляется валиком 15 с маховичком. При этом зубчатое колесо 5 выходит из зацепления шестерней 6. В раме установлен валик 9 с направляющими 8 для кусков рыбы. Полотно транспортера 3 состоит из технологической цепи с шагом 40 миллиметров, к лапкам которой связи прикреплены болтами. Связи имеют прорези для прохождения режущих кромок дисковых ножей. Приводной вал 11 транспортера установлен на шарикоподшипниках в задней части машины и приводится в движение от электродвигателя 14 через редуктор 13 и цепную передачу 12. На вал насажены две звездочки, ведущие транспортер. Натяжная станция 1 состоит из вала с двумя звездочками, одна из которых установлена на шпонке, другая свободно в установочных кольцах. Вал находится на шарикоподшипниках, корпуса которых снабжены штоками с навернутыми на них гайками для регулирования натяжения цепного полотна. Корпуса установлены в направляющих втулках станины. Промежуточный вал 2 предназначен для поддержания полотна транспортера в месте его перегиба и состоит из вала установленного в подшипниках скольжения и насаженных на него двух звездочках. Техническая характеристика рассмотренной машины представлена на экране. Универсальная рыборазделочная машина предназначена для разделки на тушку свежевыловленной и дефростированной рыбы при производстве консервов, пресервов, мороженой и соленой продукции. Машина состоит из следующих основных узлов. Рамы, гидроголовок для удаления внутренностей, транспортеров операционного и сопровождения, механизмов отрезания голов, окончательной зачистки внутренностей, отрезания хвостовых плавников, механизма натяжения, привода, электрооборудования и пусковой аппаратуры. От электродвигателя 1 через редуктор 2 и цепные передачи со звездочками 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 26, 27, 28, 29 движение передается на операционный транспортер 9, скорость которого 0,184 метра в секунду и транспортер сопровождения 10. Через звездочки 3, 4, 5, 6, редуктор 11 и звездочки 30, 31, 32 приводятся в движение барабан 12, механизма отрезания хвостовых плавников 13. От электродвигателя 1 через клиноременную передачу от шкивов 14, 15, 16, 17, 18, 19 движение передается механизму до зачистки внутренностей 20 и механизму отрезания хвостовых плавников 13. От электродвигателя 21 приводится в движение нож механизма отрезания голов 22. Вручную машина приводится ручкой 25. К гидроголовке 23 электронасосом 24 подается вода. Машина работает следующим образом. Рыбу вручную укладывают в лотки операционного транспортера 9 брюшком вверх, головой к упорной планке, установленной на расстоянии от плоскости реза ножа равном длине головы рыбы. В таком положении рыба транспортируется к механизму отрезания голов 22. Ролики операционного транспортера сходят с копира, створки под действием пружины зажимают рыбу. Дисковый нож в зависимости от вида разделки производит отрезание головы прямым или косым срезом. Отрезанные головы отводятся транспортером в сопровождении голов 10 и попадают в лотки. При подходе обезглавленной тушки гидроголовки насадок вводится в брюшную полость рыбы через приголовный срез. Режущая кромка ножа входит в брюшную полость и прорезает внутренности до встречи с хребтовой костью рыбы. Гидроголовки 23 служат для формирования струи воды и направленного ее воздействия на брюшную полость рыбы с целью удаления из нее внутренностей черной пленки и кровяной почки. Далее тушки на нижней ветви транспортера перемещаются к механизму окончательной зачистки 20. При дальнейшем движении операционного транспортера под действием копира лотки освобождают зажатую в них тушку, которая выпадает в ячейки барабана 12. Механизм отрезания хвостовых плавников 13. Барабан вращается синхронно с движением транспортера. Хвостовой плавник отрезается дисковым ножом и отводится с помощью лотка. Обработанная тушка отводится другим лотком. Техническая характеристика машины представлена на экране. Машина, предназначенная для резки морской капусты на узкие полоски лапшу размером 70 на 4 миллиметра представлена на экране. Ее схема. Она состоит из следующих основных узлов станины, стола загрузки, узла резки, питателя, гидросистемы, лотка, сбора и выдачи резаной капусты из машины. Усилия, необходимые для резки, передаются электродвигателем 1 через клиноременную передачу 2 на вал 3 с фрезами 4. На одном конце вала на шпонку насажен шкив под клиноременную передачу. На другом конце вала насажена цилиндрическая шестерня 5, которая через шестерни 6,7 вращает рифленый подающий валик 8 питателя. Машина работает следующим образом. От моечной машины морская капуста поступает на стол загрузки этой машины. Рабочий, обслуживающий машину, направляет листы морской капусты под подающий валик 8. Листья распределяются по всей ширине загрузочного стола. Валик захватывает капусту, протягивает через режущие ножи, рассекает их на полосы и подает на фрезы 4 для поперечного резания. Разрезанная морская капуста падает на наклонный лоток и выходит из машины. Техническая характеристика представлена на экране. В многооперационных рыборазделочных машинах одна или несколько операций, как правило, осуществляются дисковыми ножами. Отрезание головы и плавников, вскрытие брюшной полости, разрезание рыбы на куски. Например, в одном из таких полуавтоматах 4 операции осуществляются дисковыми ножами и 2 фрезами. Диаметр дисков находится в пределах от 76 до 207 миллиметров. Окружная скорость соответственно от 7,96 до 13 метров в секунду. В наших видео лекциях, особенно то, что касается рыборазделочного оборудования, я целенаправленно не привожу марки этих машин. Потому что, когда был Советский Союз, у нас выпускались такие машины, как ИРК, А8, ИРХ, ИРА-103М, ИРА-104 и так далее. Но сейчас они уже устарели и практически вышли из употребления. Их можно очень редко встретить в каких-то мелких рыбохозяйствах, которые не могут позволить себе современное оборудование для переработки и вынуждены работать на бэушном оборудовании. А современные хозяйства применяют зарубежные машины для разделки рыбы современных конструкций. И в них принцип действия такой же, как мы с вами рассмотрели выше, однако в них применяются современные материалы, оборудование, технологии компоновки, узлов, которые в то же время и сокращают время обработки рыбы, делают срез более тонким, с меньшей шероховатостью. Поэтому вы можете использовать материалы, приведенные в данной видеолекции, как опору для изучения современного оборудования, чтобы понимать, как кинематически связаны одни узлы с другими. Но не брать это как догму и не переносить целиком один к одному на сто процентов те схемы, которые мы с вами рассмотрели, на современное оборудование. Однако мы продолжаем. При разрезании мяса на куски при производстве рагу применяются комбинированные устройства. Разрезание мяса на полости пластинчатым ножом и разрезание полос на куски дисковым ножом. Машина для резки мяса состоит из расположенных под углом 90 градусов пар. Дисковые ножи 1 и 15, храповые колеса 2 и 10 , приемно-передаточного 6 и отводящего 14 транспортеров и толкателя 5. Каждый блок имеет свой привод, состоящий из электродвигателей 11 и 17, редукторов 16 и 12 и зубчатых передач. Эти передачи выбраны так, что скорость дисковых ножей превышает скорость храповых колес, что обеспечивает хороший разрез мяса. Храповые колеса служат для протяжки и удержания мяса во время его резки. На приемно-передаточном транспортере установлены ограничитель 9 и конечный выключатель 7. Храповые колеса 2 и 10 по периферии имеют канавки, в которые входят режущие кромки дисковых ножей 1 и 15. Канавки необходимы для предотвращения вибрации ножей во время резки и исключения искривления линии резки. Расстояние между каждой парой дисковый нож храповое колесо может изменяться с помощью втулок разного размера, надеваемых на приводной вал дисковых ножей. Машина снабжена одинарной парой дисковый нож 4, храповое колесо 3, предназначенный для предварительной резки больших кусков мяса. Затем куски подают в бункер, из которого они поступают к блоку дисковых ножей 1, разрезающих их на полосы 8, падающие на транспортер 6. Дойдя до конца транспортера, куски мяса отклоняют ограничитель 9, который замыкает конечный выключатель 7, включается в работу толкатель 5, который подает полосы мяса к блоку ножей 15, разрезающих их на куски 13. Последние падают на отводящий транспортер 14. Известно также устройство для разрезания мяса, состоящее из укрепленного на одном валу дискового ножа и подковообразного ножевого упора. Дисковый нож закреплен на валу эксцентрично, что способствует уменьшению отходов при разрезании и улучшении качества резания. Для мелкого измельчения мяса при изготовлении копченых колбасных изделий применяют скоро резки. Мясо после волчков порциями загружают в чашу 1, которая, вращаясь вокруг вертикальной оси, подает мясо к дисковым ножам 6, окруждая скорость ножей примерно в 10 раз больше скорости подачи мяса. Слой фарша при вращении чаши набегает на неподвижную чугунную пластинку 3 регулятора, пройдя ее попадает в пространство между ножами и вставной деревянной пластинкой 2 и измельчается. Очистка ножей от прилипшего фарша производится гребенка 7, установленный на крышке 4. Через окно в верхней части крышки, закрываемая пластинкой 5, осуществляется ревизия и правка лезвий дисковых ножей. Ножи и чаша приводятся в движение от электродвигателя через приводной шкив 1 и вал 2, на котором с одной стороны находятся дисковые ножи 8, а с другой шкив 9. Для привода чаши 6 через ременную 10 и червячную 4 передачи и вал 5. Чаша поддерживается дополнительно роликом 3. Перемещение фарша от борта чаши к центру производится при помощи скребка 7. Далее рассмотрим некоторые эмпирические зависимости для расчета дисковых резательных машин. Производительность свеклорезки в килограммах в час можно определить по формуле. Мощность двигателя свеклорезки в киловаттах рассчитывается по формуле. При этом F режущая способность механизма в квадратных метрах в минуту рассчитывается по формуле. В разных работах рассмотрены вопросы устойчивости дисковых ножей. Исследователи, рассмотрев процесс скоростного резания древесины круглыми пилами, разделили факторы, влияющие на сам процесс и устойчивость дисковых пил на три группы. Технологические. Размеры сырья, наличие волокон и их расположение. Влажность и вязкость материала. Конструктивные. Размеры пильного диска и зажимных шайб. Эксплуатационные. Режим работы машины. Для ведения резания в оптимальном режиме, то есть с наименьшей амплитудой и частотой собственных колебаний рекомендуется увеличение диаметра зажимных шайб, увеличение частоты вращения и уменьшение диаметра диска. С увеличением толщины диска амплитуда уменьшается, но повышается частота колебаний. Толщина дискового ножа по условиям жесткости и стойкости принимается в пределах от 0,7 до 0,1 диаметра диска D в метрах, величину которого определяют по формулам. Для дискового ножа с гладким сплошным лезвием. Для зубчатого дискового ножа. Ножи изготавливают из стали марок 85ХФ, ШХ15, У7-У9, У7А-У9А9ХС или аналогичных по свойствам стали. Свойства перечисленных стали вы можете определить по марочнику стали в интернете. Для обеспечения достаточной жесткости дисков принимают, что радиус зажимных шайб должен быть равен. При вращениях в дисках возникают окружные σt и радиальные σr напряжения, возникающие в результате действия массовых сил инерции. По наружной поверхности диски нагружены напряжением σr, создаваемым силами резания того или иного продукта. Инженерная теория расчета на прочность дисков основана на следующих допущениях. Напряженное состояние в диске рассматривается как плоское, двухосное. Окружные и радиальные напряжения, а также температура постоянны по толщине диска, то есть являются функциями только текущего радиуса. Эти допущения были обоснованы путем сопоставления приближенного решения с точным. Для быстро вращающегося диска постоянной толщины с центральным отверстием при отсутствии неравномерного нагрева и силы резания напряжения в паскалях вычисляются по формуле. Наибольшие окружные напряжения возникают в точках диска расположенных на внутренней поверхности, при этом радиальные напряжения равны нулю. На наружной поверхности диска радиальные напряжения отсутствуют, а окружные равны. В случае, когда кроме вращения на наружной поверхности диска на режущей кромке имеются заданные напряжения σR от силы резания, эквивалентные напряжения необходимо определять по одной из гипотез прочности. Так, по гипотезе наибольших касательных напряжений. Иногда при расчете режущих устройств необходимо определить угловую скорость диска, при которой он разрушается. При этом предполагается, что при разрушающей скорости окружное напряжение в радиальном сечении диска всюду равно пределу прочности материала σV. Коэффициент запаса по разрушающей угловой скорости n для дисков обычно принимают равным 1,4-1,8. Таким образом, рассмотренные теории резания и конструкции резательных машин с дисковыми ножами показали, что этот вид резания находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Режущие устройства с дисковыми ножами отличаются простотой конструкции, они применимы в механизированных поточных линиях, дают возможность обеспечить высокоскоростное резание. Зачистка, санитарная обработка и заточка дисковых ножей значительно проще по сравнению с пластинчатыми. Однако при резании материала в форме пластов происходит сжатие материала в межножевом пространстве. Это приводит часто к нежелательным последствиям, например, к деформации разрезаемого материала и увеличению отходов. Основными путями интенсификации резания дисковыми ножами является увеличение скорости резания, применение специальных устройств зачистки ножей без остановки машины, применение износостойких и антиадгезионных материалов для ножа. Мы с вами в этой видео лекции рассмотрели конструкции машин с дисковыми ножами и анализ их работы. Привели эмпирические формулы для расчета таких машин. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите гневные или позитивные комментарии. Если вам что-то не понравилось или понравилось, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления и вы получите уведомления как только новое видео выйдет на канале. Мы с вами еще обязательно увидимся в новых видео. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.